Все меньше тех вещей, среди которых я в детстве жил, на свете остается. Так начинается мое любимое стихотворение Арсения Тарковского «Вещи». Привет. И вот перефразируя поэта в стиле, ну, допустим, Владимира Вишневского, я бы сказал, все меньше зрителей на свете остается, которым посвящал я непутевки. Да, мои дорогие, увы, но с каждым месяцем вас становится все меньше и меньше. И если чем тут и утешится, то это осознанием того, что это общий процесс на нашем телебачении. Часть зрителей уходит в интернет, часть вообще перестает включать ящик. Ну, а оставшиеся смотрят скандалы, интриги, расследования про жизнь попсовых микробов и инфузорий в туфельках. И потому тем ценнее и дороже вы, оставшиеся у экрана. Однако чем же мне привлечь вас? Чем отблагодарить за ваше внимание? Ну, наверное, только тем, что мне самому дороже всего на свете. А дороже всего в поездках мне обходится посещение Блошинки. Вот с нее-то мы и начнем. Как и все Блошинки, за исключением Лондонской и Парижской, которым отведены целые кварталы и они работают ежедневно, Венская Блошка бурлит лишь по субботам. Я готов бродить часами по этим развалам, присматривать что-нибудь, прицениваться и оставлять до другого случая. Хотя было пару раз так, что не решившись сходу приобрести какую-то вещицу, что сильно глянулось, уходил, но потом, не выдержав соблазна, возвращался к прилавку. А нет, не тут-то было. Пока я терзался жадностью или просто разумными доводами, вещица эта оказывалась уже проданной. И потому я стал придерживаться принципа Александра Макетонского. Пришел, увидел и купил. Впрочем, с Венской Блошихой у меня как-то не сложилось буквально с первой минуты. И я, как говорил Зоченковский герой, затаил хамство в душе. Возможно, от того, что только я включил камеру, как получил чувствительный удар острием зонта прямо в глаз. Спасло чудо. Жирная негритянка, посчитав, что я снимаю именно ее, атаковала меня. Чуть глаза не лишила, дрянь такая. Поэтому все остальное я уже снимал с опаской и с испорченным настроением. И уже все мне не нравилось. И в первую очередь продавцы. Половина из них это цыгане, а также приезжие из Польши, Венгрии, Югославии или Болгарии. Ну и понаехавшие. Оттуда же. Что до самих вещей, то доминирует обычный для блошинок временной отрезок с конца 19 века по 60-е прошлого. Похожие бложки я вам показывал и в Берлине, и в Мадриде. У них нет принципиальных отличий. Ну, разве что в глаз зонтами не пичут. Ах, какой замечательный персонаж, правда? Я потом встречал ее фотографии в интернете. То есть она завсегдатой венской блошинки. И вы наверняка ее там встречали. Или еще встретите. Рядом с базаром вы видите забавную шкатулку. Это выставочный зал. Он был построен в конце 19 века для отвергнутых академий художников, архитекторов, скульпторов. Возглавлял эту группу. Известный вам Густав Клинт. Однако венцам этот культурмультурзал категорически не понравился. Они тотчас прозвали его Мавзолеем Тимура Тамерлана. Ну, не знаю. Хотя отчасти вроде бы и похож, верно? А после того, как купол здания украсили золотыми лавровыми листьями и ягодами в количестве 3700 штук, его стали называть не иначе, как капустная голова. Ну, так зовут и сегодня. И это к тому, что, во-первых, недовольные бурчилы есть в каждом городе. И, во-вторых, все познается в сравнении. Если бы венцам свои творения подарил базурат наш дорогой Константинович, то и этот Мавзолей им стал бы казаться шедевром. А то разбухтились. Хм, эстеты. А нам с Людмилой Ивановной нравятся. Продолжим прогулку по Вене. Площадь Хельмата Цилька. Он был одним из самых известных бургомистров Вены. Мне бы очень хотелось, чтобы и нашим бургомистрам устанавливали памятники, если они этого заслужили. Ну, пусть не на лошади, не на постаменте, а просто размером с реального человека. Но это было бы так трогательно. И тогда бы мы могли припасть к ним в благодарном порыве. Представляете, бронзовый Сергей Семенович и припавшая к нему горожанка. Однако вернемся на площадь Цилька. Здесь стоит памятник, который вызывает недоумение у многих приезжих. А ведь он называется «Ворота насилия». Это памятник жертвам фашизма. Построен он из гранита, который тянули на себе тысячи заключенных. По смертельной лестнице, в каменоломне концлагеря Маутхаузен. Когда-то на этом месте стоял огромный жилой дом. В конце войны, 12 марта 1945 года, во время авиационной бомбежки, английский пилот перепутал этот дом со зданием венской оперы, что находится напротив. Опера пострадала, но была восстановлена довольно быстро. А вот дом, в который попала бомба, рухнул. И около 400 человек, находившихся в бомбоубежище, были заживо погребены. Так что на этом месте, где установили памятник, находится братская могила. Первыми жертвами национал-социализма, наряду с политическими противниками, стали евреи. После присоединения Австрии к немецкому государству 12 марта 1938 года, евреев заставили убирать улицы. Бронзовая скульптура, колено преклоненного моющего улицу еврея, напоминает об оскорблениях и унижениях, которые предшествовали безжалостному гонению и уничтожению еврейских граждан сразу после аншлюса. Сегодня в Вене проживает не так уж много евреев. А до аншлюса их было 10%, то есть каждой десятой. Так что Холокост объединил Вену и Варшаву печальной рифмой. Однако как и в жизни отдельного человека или в судьбе целого народа, так и в истории города трагическое уживается рядом с праздником и веселой беспечностью. Какая свадьба без баяна, то бишь какая вена без бала? Да никакая. Нас пригласили на бал под названием «Фет Империаль». В отличие от традиционного венского оперного бала, он совсем юн, поскольку проводится всего лишь в третий раз. Бал проходит в испанской школе верховой езды, оттого весь доход идет в пользу этой школы. Так что более всего довольны лошадки. На бал собирается около трех тысяч гостей. Випы и знаменитости прибывают к парадному входу в фиатрах. Их обильно снимают, у них берут интервью. Публике всегда интересно, кто во что одет, кто с кем приехал. В этом году из международных знаменитостей присутствовал Максим Лианшел и ваш ДК. Но в отличие от Максима, я прибыл не на Тарантасе, а на своих двоих, и никто меня не снимал, а снимал наоборот я. И мне это занятие и привычнее, и в охотку. Потому что наблюдать за происходящим куда как интереснее, чем участвовать в нем. Да к тому же, если у тебя есть возможность поделиться потом своими впечатлениями с другими, то это не просто радость, это, извините за неуместный пафос, это счастье. Так что я очень счастливый человек, благодаря вам и начальникам, которые все еще терпят мои коряблоки. Однако к балу. После того, как все рассмотрели друг друга, обсудили наряды, украшения, то есть от души позлословили, публика переместилась внутрь зимнего манежа. Он был построен еще в начале 18 века. К слову, жара в конце июня была просто невыносимая. Насквозь промокали не только рубашки, но даже смокинги. К началу мероприятия, да их можно было выжимать, как половые тряпки. Но виду никто не подавал. Ну, разве что некоторые мужчинки обмахивались веерами, которые они вырывали у своих тоже потеющих дам. Да, кстати, если вам интересны крохоборские подробности, то вип-билет на этот бал стоит 180 евро. Для обычной публики 120, для студентов 50 евро. Ну и плюс стоимость взятого на прокат вечернего прикида, если нет своего. И это к тому, что если вы надумаете приехать в Вену для знакомства с городом, а заодно и на этот бал сходить, то стоимость этой затеи вполне приемлемая, не сумасшедшая, зато воспоминаний будет на всю жизнь. Открывал праздник духовой оркестр. За ним проследовали учащиеся детской балетной школы, исполнившие очаровательные хореографические зарисовки, а затем взрослые дебютанты. Для них это честь – открыть венский бал. После чего состоялась небольшая концертная программа из классики, арии из оперы, оперет и снова выступления дебютантов. Да, обратите внимание, один из операторов меня напомнил злодей из фильма «Телохранитель», который охотился за уитни Хьюстон, а его на церемонии – бах-бах – застрелил Кевин Костнер. Помните? Видимо, смокинг и большая телекамера на его плече мне это и навеяло. Такая вот неожиданная ассоциация. А может быть, его какой-то отчаянно дерзкий взгляд, как и у того киллера-маньяка. Так что я стал все время ждать, когда он вот стрельнет из своей камеры. Но только в кого? В церемонии мейстер-балу профессора Томаса Эльмайера Профессор является хозяином самой знаменитой в Вене школы танцев. Может, оператор ходил туда учиться, да и не получилось, и теперь им движет чувство мести. А может, мой злодей метит в организатора бала Элизабет Гертлер? Она в течение 10 лет была хозяйкой венского оперного бала, но 6 лет назад сменила танцующих на горцующих, то бишь стала менеджером школы верховой езды. И 3 года тому назад придумала вот этот самый бал, который проходит в Манеже с ароматом конюшни. Нет, конечно, прочитывается только тонкий намек на запах лошадиного навоза, такая еле уловимая линия, если вы при насморке. А мне же жутко понравилось. Я люблю запах конюшни в сочетании с запахом пота и изысканного парфюма. А все три компонента были в избытке. И что, за это убивать? Нет, видимо, я все-таки переглядывался отсюда и глупые фантазии насчет киллера с телекамерой. После показательных выступлений концертной части началась дискотека. Танцуют все, как надсадно кричали, когда-то на танцверендах массовики-затейники. Ах, как бы мне хотелось передать вам всю праздничную и такую будоражащую, вздрюченную атмосферу этого действия, чтобы вы проникли с настроением происходящего. Ну, увы, нашими двумя репортерскими камерами и скудным умением это навряд ли получится. Но я попытаюсь. Почему? А вдруг проникнетесь? И вам захочется приехать на следующий бал и потрясти своими бриллиантами? Если да, то не обязательно ждать лета. Совсем скоро, в феврале, будет проходить традиционный знаменитый венский оперный бал. Билеты на него, правда, будут подороже, до 500 евро. Но это самые дорогие. А обычные от 50 до 300. Так что готовьте вечерние наряды и в путь. Но учтите, что оперный бал длится до 4 часов утра. То есть с хроническим артритом, старческим плоскостопием и занудливым характером там делать нечего. Однако, если все же решитесь на этот подвиг, то компенсировать свои расходы, то бишь сэкономить, вы сможете на посещение венской оперы. Ну уж, коли вы приедете на бал, то не сходить в оперу было бы непростительной ошибкой, верно? А почему сэкономить? Да потому что стоячие места в портере и на балконе в венской опере стоят 4 евро. Да-да, вы не ослышались, 4 евро, 160 рублей. То есть в насквозь буржуазной Вене знаменитый на весь мир театр доступен для малоимущих. Кстати, с радостью узнал, что большой тоже доступен для стариков и студентов. Всего за 100 рублей. Бывает и в нашей жизни чудеса. Привет. Мы продолжаем тему венского бала. Для того, чтобы почувствовать всю полноту удовольствия от бала, помимо бряцания бриллиантами, надо все-таки уметь еще и вальсировать. Но если вы из той же породы, что и ваш ДК, то есть пластический дальтоник, неумеха, уволень, медведь, шкаф, тормоз и прочее, то рекомендую приехать на бал за день или два до начала его и сходить на уроки вальса в школу танцев для таких вот вышеперечисленных аутистов. После одного-двух уроков в танцевальной школе вам будет завидовать сам Цискоридзе. Урок длится час и стоит около 50 евро. За три часа с вас возьмут 100 евро. Много? Не уверен, ведь вы на всю оставшуюся жизнь, то есть от полутора недель до 97 лет, ну это у кого какой диагноз, получите очень полезный и красивый урок. А я же сейчас вам даю его бесплатно. Мы ведь друзья, не правда ли? Что-то так пауза затянулась с ответом, а? Ну ладно. Итак, запоминайте склеротики. Одна ваша рука лежит на лопатке партнерши, вторую вы держите на уровне ее глаз. Пальцы должны быть соединены. Ведет вас мужчина и начинает с правой ноги. А дальше смотрите на мои передвижения. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Венский вальс – это ведь танец очень близкий, в том смысле, что партнеры находятся почти вплотную. Поэтому очень важна правильная осанка. Не, с меня не берите пример. Я сутулый. К тому же это вообще был мой первый в жизни урок танца. То, что я предстаю перед вами таким топорным и неуклюжим, мне, конечно, крайне неприятно. Но на своем примере я хочу убедить таких же зажатых мужчинок, что все преодолимо. Что даже вот такой скрипучий комод, как я, может за одно занятие чему-то, но все-таки научиться. И у вас должно получиться все куда как лучше. Однако, как считают специалисты, для того, чтобы вы, приглашая даму на вальс, почувствовали себя уверенно, нужно взять как минимум три урока. А для того, чтобы вы выглядели совершенно раскованно, надо потратить несколько месяцев. Вообще-то тренировка в этом деле, как и в спорте, как в любви или в творчестве, чем чаще и дольше, тем лучше. Спросите любую фемину. Она вам это подтвердит. И в завершении. Вот как это будет выглядеть с вами, когда вы пройдете курс обучения молодого бойца. И обратите внимание. Дядечка полноват, имеет очевидно излишний вес, но движется-то совершенно легко, и спинку держит весьма прямо. Порхает, как мотылек. Так что вперед, товарищи! Ура! Победа будет за вами! Я далеко не исчерпал, а снятый материал поведения. Так что в следующий раз продолжим знакомиться с этой аристократичной красоткой. Счастливо! Пока! Ваш плохой танцор, но которому ничего не мешает. Д.К.